Так, ну я, наверное, могу прокомментировать сегодняшнее судебное заседание, которое у нас состоялось и завершилось совсем недавно по уголовному делу нашего подзащитного Владимира Моисеенко. Сегодня в очередной раз судебное заседание не состоялось, и причины на этот раз были не те обстоятельства, с которыми оно откладывалось ранее, не из-за того, что не нашли нужное количество кандидатов в присяжные заседатели. Сегодня, я так понял, по докладу помощницы судьи, необходимой для отбора коллегии, количество людей прибыло в Октябрьский суд, но, к большому сожалению, нашего подзащитного Моисеенко не смогли доставить конвоем. В его отсутствии, естественно, процедура отбора присяжных не предусмотрена, поскольку это возможно по закону только с участием всех участников. Одного из участников у нас сегодня не было. Причины у меня были озвучены. Я заявил в ходатайство на имя суда о необходимости направления запросов в следственный изолятор, в котором содержится Моисеенко, уже на протяжении почти 12 месяцев, без двух недель. И, как выяснилось вчера, когда я пытался посетить своего подзащитного в следственном изоляторе для того, чтобы согласовать ряд вопросов для подготовки к участию в сегодняшнем заседании, в СИЗО его не было. Его рано утром увезла машина скорой помощи в 6-ю городскую больницу города Саратово в крайне тяжелом состоянии, поскольку были сведения о том, что он потерял сознание. Причина этого мне лично неизвестна и до сегодняшнего дня нам также об этом пока не сообщено, поэтому мы просили суд объявить перерыв, пока не продолжительный, не больше пяти рабочих дней, как мы просили, для того, чтобы суд мог выяснить все эти обстоятельства и получить необходимую информацию, предоставить эту информацию нам. На сегодняшний день есть сведения о том, что Владимир Моисеев находится в реанимационном отделении 6-й городской больницы. Возможно, сегодня будет приведен в терапевтическое отделение, но это пока предположение, это информация о слов родственников. Мы такой информации не располагаем. На наши запросы, как я уже сегодня пояснил, суду либо вообще не отвечают на запросы адвокатов, либо отвечают в течение очень продолжительного периода времени, например, в течение месяца, когда эта информация уже, собственно, будет неактуальной. Поэтому мы попросили суд оказать нам содействие, суд удовлетворил наше ходатайство, сделал то, о чем мы просили и, соответственно, отвожу рассмотрение данного уголовного дела на 5 августа, на понедельник, то есть в течение 2-3 рабочих дней должна ситуация как-то проясниться. Возможно, если наши опасения напрасно, Моисеенко будет доставлен в следующее судебное свидание и мы начнем процесс наконец-то. Если это будет по-другому, тогда в понедельник мы посмотрим, чем эта история может закончиться. Вот пока у меня вся информация для пресса.